Бюджет областного центра на ближайшие три года, единовременные денежные выплаты, передача объектов из муниципальной собственности в областную и обратно. Эти и многие другие вопросы рассмотрели депутаты Тверской городской думы на последнем в уходящем году заседании. Несмотря на приближение праздников, настроение у народных избранников было рабочим. Без дискуссий не обошлось. Подробности у Романа Быкова. Последнее в уходящем году заседание вышло по-настоящему рабочим. Никакой предпраздничной расслабленности. Наоборот, и без того насыщенную повестку дня из 15 вопросов дополнили еще двумя. Начали с обсуждения проекта бюджета Твери на ближайшие три года. Дискуссия временами была очень бурной. Экономическое положение города ввиду пандемии коронавируса весьма непростое. Однако в итоге главный финансовый документ одобрили. Мы считаем, что доходная часть бюджета все-таки будет достаточной, она будет расти. Я считаю, что к концу весеннего периода будет спад эпидемиологической заболеваемости. Я думаю, что восстановится наша экономика и будет расти доходная часть бюджета. Среди других вопросов можно выделить одобренные депутатами изменения в правилах землепользования и застройки. Важным моментом является ограничение поэтажности. Для Твери уже давно стали проблемой высотные и при этом многоподъездные дома. Теперь этого не будет. Строительство жилых домов выше 10 этажей не может быть по таким протяженным, как это сегодня у нас практикуется многими застройщиками. То есть это такие меандры, которые вытягиваются в длину. Вот когда там 20-30 подъездов в одном доме, мы ограничили не более двух секций. Или не более 35 метров. Кроме того, все первые этажи домов, стоящих на магистральных улицах, должны быть изначально приспособлены под магазины или офисы. А еще власти Твери теперь будут вести борьбу с использованием кислотных оттенков при окраске фасадов. Особенно в историческом центре. Ведь жилье, в первую очередь старинное, это не цирк и не ангары в промзонах.